В конце ноября от губернатора Подмосковья служба скорой помощи Одинцовского округа получила пять новых автомобилей, оснащённых современным медицинским оборудованием. Кроме того, по губернаторской программе проведён ремонт подстанции скорой медпомощи в Одинцовье и Больших Везёмах. Отремонтированы внутренние помещения, фасады, крыша. В феврале 2020 года на Армейской улице в Кубинке после капитального ремонта открылась амбулатория на 200 посещений в смену. Проведён также капитальный ремонт в Никольском стационаре Одинцовской областной больницы. А в этом году завершился капремонт Звенигородского стационара. «Был усилен фундамент, был приведён в порядок и утеплён фасад. Полностью заменена кровля. Все инженерные коммуникации были заменены. Модернизирована система безопасности, отделочная работа, о которых я уже говорил. Ну и, конечно, закуплена мебель». Ремонт здесь начался два года назад. Работы проводили под постоянным контролем самих медиков, а также главы муниципалитета, депутатов и общественности. В стационаре установили и новое медоборудование в реанимации, лаборатории, рентген-кабинете и в хирургии. Вскоре в Звенигороде появится и свой КТ-центр. «Месяца два будет сделан ремонт, уже со всей необходимой защитой. Ну, это ориентировочные строки, соответственно, пока у нас нет дорожной карты. И у вас будет здесь, соответственно, блок диагностики на базе старого пищеблока, как мы, собственно, об этом и планировали». Завершается ремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. Сейчас там ведутся отделочные работы. В обновлённом корпусе появятся малооперационные четыре палаты для экстренно принятых пациентов, душевые, отдельные смотровые кабинеты. А на первом этаже расположится приёмное отделение и реанимационное отделение регионального сосудистого центра, который открылся на базе Одинцовской больницы этой весной. Также в этом году в первой поликлинике начали принимать пациентов в Центре рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний. Теперь пациенты с такими страшными диагнозами получают квалифицированную помощь максимально оперативно. «В Центре предусмотрено абсолютно всё, как консультации специалистов, так и дневной стационар. Будут работать инфузоматы, то есть введение моноклональных тел будет организовано и здесь же. Вся более подробная информация будет представлена на сайте Московского общества России «Новская роза». Ещё один открытый на базе первой Одинцовской поликлиники Центр амбулаторно-онкологической помощи уже признан лучшим в России. Он работает чуть больше года, но успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Точный диагноз здесь ставится за считанные минуты благодаря современной аппаратуре и квалифицированным специалистам. Действуют в Одинцове и уникальные лечебные отделения для детей. «У нас появилось новое отделение, которым мы занимались год с нашими врачами, фанатами своего дела. Здесь, на улице Любово-Новосёловой, в нашей детской больнице мы открыли для людей от 0 до 18, для детей, для молодёжи, тинейджеров, гематологическое отделение, где мы будем помогать всем тем, кто имеет какие-то проблемы или заболевания кровью». Отделение детской гематологии первое в Подмосковье открылось на базе многопрофильного детского стационара в Одинцове год назад. Оно рассчитано на 30 пациентов, за здоровьем которых следят три врача-гематолога. Имеются места для интенсивной терапии и переливания крови. Работает оборудованная современными уникальными аппаратами лаборатория. «Позволяет это обследование не только выявить патологию, но и мониторировать терапию, подбирать наиболее приемлемые для пациентов схемы лечения, что позволяет добиться высокого качества жизни пациентов». Развитие сферы здравоохранения в округе продолжится в ближайшие годы, в том числе в 2022-м. Планируется строительство поликлиники в селе Ромашкова. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, телекомпания Одинцова.